Приветствую вас, Олеса. Я бы сказал, что довольно странная получается штука. В том смысле, что вы говорите, что хотите персонального к себе внимания, и не хотите, чтобы мужчина проводил время со своей дочерью все время свободное. Хотя бы один выходной бы он провел с вами. Но при этом вы говорите, что по законам Германии родитель обязан проводить выходные с ребенком, если этого не происходит, лишение родительских прав. То есть вы предлагаете, по сути, своему мужчине наручить законодательство, я так понял, и встать под угрозу лишения родительских прав. Ну, просто это так видится мне. Я могу ошибаться. Вот как бы вопрос, наверняка, в таком случае. А думаете ли вы о мужчине? А какие у вас чувства к нему? В своем тексте вы описываете чувства потребности во внимании, ревность. Эгоизм – это нормально. Это нормально думать о себе. Но вот ревность и потребность во внимании – это, скорее, деструкция. Потому что проблематика – это ваша, а ответственность за нее вы перекладываете на человека, на мужчину. Ну, на мужчину. И, в общем-то, это далеко не самый лучший расклад. Понимаете? Поэтому здесь вам нужно отграничить свои желания, то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для мужчины. И если вы его действительно любите, если у вас есть к нему чувства, то вам нужно принять в том числе и его ребенка. И принять, что ваш мужчина и его ребенок – это единое целое, они не отделены друг от друга. И если вы принимаете мужчину, вы принимаете ребенка. И ребенок не может стать помекой. Вот. Ну, другой момент, что вы пишите, что у вас нет детей своих. И, возможно, это накладывает отпечаток. То есть, вы как-то можете, ну, не знаю, ревновать. Или, может быть, как-то вам не по себе. Может быть, из-за этого. Тут нужно смотреть. Тут нужно смотреть. Просто нужно смотреть, что именно вас беспокоит и почему. Вот. Такая вот история. И дело здесь не в том, как бы мы поступили в этой ситуации. Знаете, вы, говоря так, ну, говоря вот таким образом, как бы мы поступили в этой ситуации, вы на самом деле немножко хитрите и пытаетесь избежать своей ответственности за свой выбор, за свое решение. Я не думаю, что это, опять же, конструктивная история, потому что решение ваше, жизнь ваше и последствия этого тоже ваше. То есть, грубо говоря, вы имеете последствия от своих решений в любом случае. То есть, если, например, вы выбираете быть мужчиной, то вам нужно принять, что вы не одна, что вы не единственная, что есть еще дочь и поработать с уверенностью в себе. Со страхом одиночества, возможно, с самореализацией, вот. Если вы выбираете такую вот больше индивидуалистическую позицию, вот, то вы рискуете остаться без мужчины. И вас в этом смысле тоже можно понять, потому что, ну, вы хотите быть единственной для своего мужчины, вы не хотите, что вам мешал ребенок. И я могу вас понять. И никто вас не осуждает. Но вам нужно выбрать самое, что для вас важнее. Потому что, если вы поступите против своих приоритетов, вы будете страдать потом. Вот так. Итак, значит, так, не знаю, как поступить. Дело в том, что, так. Вот момент. Вы пишите. Мы с ним идеально подходим друг к другу. От жизненных устремлений до глобальных вопросов. Вот понимаете, идеально подходятся друг к другу. Не буду скрывать, не буду скрывать, но меня это немножечко насторожило. Это немножечко насторожило, потому что, ну, что значит, идеально подходит. Что значит, идеально подходит. Да, то есть, по сути, вы говорите о такой вот, ну, похожество, по сути. По факту вы говорите. Вот. Вот. Но, извините. Извините. А что для вас это значит? Вот. То есть, что для вас означает, что вы идеально друг другу подходите. И значит ли это что-то для вас? Если значит, то что? Насколько для вас это важно? Понимаете? Понимаете? Вот этот вопрос очень важно рассмотреть. То есть, насколько вы сами эмоционально вовлечены вот в эту ситуацию, которую вы описываете. Так, значит, человек, так он, значит, так он проводит, я понимаю, хороший отец, но ребенок даже не один все выходные проводил зонток. Он должен все выходные проводить со слов того законодательского. Понимаю, что во мне играет эгоизм, но я тоже хочу проводить выходные наедине. Тоже хочу проводить выходные наедине. То есть, не заперничайте с ребенком, получается. Знаете, вы хотите доказать, что вы достойны, вы хотите доказать, что вы значимы, себе. Вот. А не моддаться по развлечениям и нужным ребенком. А что это плохое? Что плохое в том, что ребенок играет, и вы проводите время наедине. Вы же взрослые люди. Как бы. То есть, тут вот ваши неуверенности. Да, у меня нет детей, я хочу персональное внимание хоть в один выходной, а быть в семье. Вот, Андрей, у меня свое внимание. Это городский вопрос самореализации. Мужчина очень хочет быть соляной семьей. По законам Германии, вроде бы, она должна проводить свой горные езды. Он очень любит, как бы вы поступили в данные ситуации, что делать, как быть. Что делать, чтобы что? Какая цель, цель, Олес? Цель какая? Мы не в вашей ситуации. И поэтому этот вопрос, он по сути играл. Я думаю, вам нужно разобраться в себе, в своих чувствах, в своих приоритетах. Разрешить свои конфликты. Тогда вы увидите, в общем-то, решение. Вот. Оно у вас есть. Оно у вас. Это решение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.